Доброго дня, подписчики UF Design. Сегодняшний ролик будет про CSS Regions. Он такого подкаста немного типа, я не буду в нем показывать конкретные примеры, как делать это на практике, потому что стандарт CSS Regions, он оказался таким мертворожденным. Поначалу, когда Adobe его предложил в 2011 году, поддержкой обзавелись и Chrome, и Safari, то есть на тот момент и Internet Explorer, по-моему, это все поддерживал. Но сейчас только Safari, то есть Chrome, начиная версии с 19, по-моему, выпилил поддержку, достаточно давно это было. И поэтому мы вот рассмотрим вообще, почему это произошло и что это за такой был стандарт. Обычно я в конце всегда рассказываю о поддержке браузеров, в этом цикле видео про CSS вещи всякие нестандартные. Но здесь мы с этого начнем. Да, вот я как сказал, то есть только Safari сейчас поддерживает с WebKit префиксом это все. Ну и вот ESMS префиксом. И если мы посмотрим на все браузеры, то вот в какой-то момент с 15 по 18 версию Chrome его поддерживает с префиксом WebKit. И вот до 34 версии его еще и можно было включить флажком, то есть здесь вот флажок нарисован по этому поводу. Но сейчас уже даже флажком включить нельзя, потому что, ну, договорились о том, что стандарт умен. Здесь вот E-Mobile какой-то тут, и какой-то еще браузер for Android. Ну, не важно. В общем, давайте посмотрим, что это вообще такое. То есть была статья вот в январе 2014 года на блоге List Apart. И ее автор, Hey, Envying Light. Мы его все знаем как человека, который вообще предложил CSS по жизни. И он же сейчас директор оперы, или как там у них эта должность называется, не важно. В общем, он на самом деле достаточно влиятельный чувак. То есть здесь вот на List Apart они пишут, что his last article in the magazine led directed to real funds on the web. То есть он когда-то там, насколько я помню, в 2007 году, да, в 2007 году написал статью о том, что типа нужно какие-то шрифты вводить в CSS. Ну, тут 10 лет ему исполнилось на тот момент, и после этого там все это предложили. Естественно, CSS Working Group проработал, чтобы большее количество дизайна на страницы принести. Вот он здесь пишет о том, что изначально, когда вот дизайнеры пошли в веб, они не могли никак все свои красивости вывалить на страницы, потому что, ну, HTML не предлагал никаких презентационных, как бы, атрибутов, классов. И можно было только семантическими тегами расставлять какие-то, ну, разметку. Очень быстро нашли, как это сказать, шорткат. Другой способ, то есть имиджи, элементы использовали, стали текстовый текст, картиночный текст использовать. Но он, естественно, не семантический, не индексируется поисковиками. То есть все мы знаем, что это плохая практика. Ну и вот в 1994 году сделали CSS для того, чтобы как раз выйти из этого порочного круга и как-то спасти семантический HTML. Потом он пишет, что добавили XML. В тот же момент добавили всякие, наверное, все мы помним, теги font, там теги маркуе, там бегущая строка, которая у нас в 90-е веб весь наводняла. Я еще застал прям вот в году, так я не знаю, в 98-м, все сайтики были прям такие очень презентационные. Я тогда их, правда, делать еще не умел, но как-то что-то вот да. Это все выглядело, всякие там чат-румы и так далее, это все прям даже занятно. Ну и вот он пишет, что CSS Regents это еще одна такая угроза для семантического веба, семантического HTML. То есть вообще суть-то в чем? Если мы посмотрим на статью на webplatform.org, то они пишут, что вот есть такой у нас layout. То есть суть в том, что дизайнеры, они придумывают как в газетах, чтобы из одного блока в другой текст перетекал и мог прерываться каким-то другим блоком. То есть вот region 1, 2, 3, 4, 5. То есть сюда идет один большой контент. И separate region это какая-то реклама, цитата или что угодно. Но все мы знаем в газетах, то есть или в каких-то других местах такие цитаты появляются. Ну и вот они предлагают нам разметить кучу таких статических дивов, которые висят. То есть на самом деле здесь они это предлагают нам чисто для того, чтобы показать вообще о чем этот стандарт. Не обязательно это абсолютно размечать. Это как бы не часть стандарта CSS Regents, но просто это для наглядности сделано. Чего, кстати, hey, can we lie? Он или не понял? То есть он здесь вот сильно пишет, что фу-фу-фу, очень много CSS-а, большое количество абсолютно расположенных дивов. Это не есть хорошо. Но это на самом деле не есть хорошо. То есть вот как они это видят. То есть здесь вот эта цитата, потом эту цитату они еще дополнительно переносят в separate region. Два свойства было. Flow into, flow from. То есть мы на страницу каким-то образом кидаем дивы, в которых просто контент находится там вниз или вверх. И когда мы делаем из них flow from во flow into, то есть какие-то другие дивы, которые мы заготовили непосредственно для того, чтобы это показывать. То есть те пропадают со страницы и весь их контент просто уходит сюда. То есть мы, грубо говоря, в два раза больше элементов вынуждены на страницу положить, но для того, чтобы добиться вот такого красивого дизайнерского эффекта. Ну, по поводу красивости я как бы поспорил бы, потому что, ну, всякое бывает. Но, тем не менее, если я сейчас найду на ту статью, где Adobe это все предлагает, то есть CSS region stack. Сейчас мы попробуем это найти. Я на нее ссылку, в принципе, сохранял. The platform.org Adobe.com. То есть они здесь нам предлагают демку, которая есть на, ну, они типа сами ее сделали, National Geographic. То есть вот у нас есть контент, он прерывается вот так вот картиночками, но если мы продолжим читать, то есть The nursery takes an orphan elephant from all over Kenya, ну и так далее. То есть контент, сам контент не прерывается, а вот слонятки, они на самом деле поверх него показываются. И мы можем продолжать читать, как мы привыкли это делать в журналах и в газетах. Ну, идея на самом деле неплохая, но вот Хейкон, он как-то вот не очень по этому поводу оптимистичен. Просто из-за того, что нам нужны... Ну, вот он пишет dummy divs, то есть это такие дивы-манекены, на которые мы вешаем в случае чего какую-то одежду, если она у нас есть. И это, дескать, неправильно. Ну, на самом деле, правда, неправильно, но продолжим. То есть это первая проблема. Regions use dummy divs, то есть эти дивы-манекены используются. Вторая проблема, во его мнении, regions are not responsive. То есть если мы, типа, ну, сужаем там страницу, как обычно, то у нас эти регионы неадаптивны. Ну, на самом деле это все вопросы дизайна. Можно сверстать и адаптивно, об этом чуть позже посмотрим. И поэтому то, что вот здесь нам для наглядности это абсолютным позиционированием сделали, но это просто неудачный пример, и они вот не туда попали. Он нам рассказывает о том, что есть такая вещь, как CSS columns. И на самом деле у нас на канале даже есть видео по этому поводу. Она достаточно старенькая, ему там почти полгода, но она все еще, так сказать, забыл слово. Актуальная, вот она все еще актуальная, посмотрите. И да, то есть, и мы думаем, почему бы он вот именно его-то предлагает. То есть, ну да, на самом деле там не нужно какие-то медиазапросы писать. Если мы вот напишем columns 20em, то они там будут уменьшаться и так далее. Ну, здесь все очень быстро раскрывается. То есть, он редактор вот этого стандарта CSS columns, и в CSS regions он почувствовал, видимо, конкурента для своего стандарта. Но это очень часто, естественно, частое явление не только в веб-дизайне или где-то еще. На самом деле в веб-дизайне оно не такое частое было до сей поры, то есть это были типа открытые стандарты, над ними работали. Но здесь это типа уже дележ рынков происходит, несмотря на то, что, ну, наверное, я не знаю, как он деньги получает, зарплату, ну, раз он там оперу развивает, да. Но, в общем, суть в том, что он не хотел просто Adobe отдавать какую-то часть рынка, потому что вот, да. Хотя, естественно, я полностью поддерживаю в некоторых вещах, то есть это не семантично, вот эти вот, да, Medivs используют. Но я дальше еще свой вывод скажу. Проблема 3. Confusing text flow. То есть не всегда понятно, куда читать дальше. Ну, это уже, опять же, проблема дизайнеров. То есть я вот в плохих журналах, я тоже не всегда понимал, куда дальше читать, ну, правда. То есть вот эти колоночки, прерывания картинками, цитатами, и я запутывался. Или мне вот вправо сюда читать, или сначала вниз, потом вправо. Это проблема плохого дизайна, это не проблема самого стандарта, я думаю, вы меня здесь поддержите. То есть то, что вот нужно сюда потом вот вправо читать, это неправильно. Здесь или что-то побочное должно быть, или об авторе, или что-то еще. И после этого читать вот сюда вниз. Ну, в общем, это, да, это проблема самого журнала. И вот то, что он нам предлагает, когда вот рекламку какую-то вниз скинуть, это, ну, тоже не всегда может быть правильно, не знаю. Но оно так, конечно, менее конфьюзен, чем так. Но, тем не менее, здесь все равно есть на чем работать. Здесь как бы дизайнеры всяких печатных изданий, они, ну, покрутят там пальцем и виска, что, ну, это как бы как придумаешь, так и будет. И проблем 4, по-немецки же читаю, verbosity, то есть, ну, то, что очень много там всяких текста пишется, а у него здесь вот очень убористо и здорово. Ну, это опять же, это вопрос того, как ты это задизайнишь. Самих свойств в стандарте не так много. То есть, если мы посмотрим, закрыл ту статью. В общем, flow into, flow from, и там брейки, то есть, как прерывать какие-то заголовки и так далее, переносить ли их в следующий регион или оставлять на этом. Это, на самом деле, ну, обычная такая вещь. Code reuse, то есть, какой-то код нельзя использовать заново, он для какой-то статической вот этой штуки актуален, и для других стандартов неактуален. Ну, он или в каком-то, на самом деле, блаженном неведении пребывает, или просто не знает, что, во-первых, ну, вот у нас, я не знаю, как в Америке, хотя точно так же там все. Если дизайнер уже решил, что должно вот быть так, то верстальщик, он просто стоит перед проблемой, что нужно так сверстать, потому что, ну, по какой-то причине это так нужно. Ты не будешь там Team Lead доказывать, что это неправильно. Ну, в каких-то случаях тебя послушают, но это очень спорный вопрос, поэтому, если заказчик считает, что ему нужно так, то и не такие еще всякие коды придумывают, потому что, ну, такой же эффект, который добивается через CSS Regions, все давно делают через JavaScript. То есть, допустим, у вас подгружаются через API какие-то рекламки в самом низу, и вы их потом или в заготовленные блоки, или вы как-то там формульно высчитываете, после чего куда закинуть, там, через свойства InnerHTML закидываете это, и у вас вот примерно то же самое получается, и оно тоже не очень reusable. То есть, ну, он немного в идеалистическом мире пребывает, но да, для идеалистического мира это очень сложно использовать заново. Хотя, если вы сделаете какой-то набор таких Regions, шаблонов, и будете их использовать на протяжении всего проекта, два или три, то он будет вполне себе reusable. Но, видимо, он и этот способ тоже не приемлит. Хотя, ну, ничего в этом такого плохого нет. Вот он спрашивает Humphill, типа, а плохо ли это для веба? Ну, типа того, что в 2014 году нельзя вот так вот презентационные элементы вводить, коль, сколько, мы их не вводили уже там 10 лет. То есть, мы нужно как-то использовать это по-другому делать. Ну, тот факт, что этот функционал просто уйдет в JavaScript, как и любой другой, который невозможно реализовать свойствами HTML и CSS, его, видимо, не беспокоит, потому что, ну, это не мы такие, жизнь такая. А здесь он не хочет пособничать тому, чтобы вот такое развитие было. Ну, и здесь же он пишет, что CSS Regions были предложены компанией Adobe. Ну, все мы знаем, что Adobe, она делает кучу всяких тулзов для того, чтобы работать с сверсткой и так далее. То есть, это их рынок. И им нужен был бы такой стандарт для того, чтобы большее количество дизайнеров могло перейти в веб и с помощью каких-то удобных инструментов все то, что они уже в InDesign сверстали, перевести как-то на странице или что-то еще там, или в Illustrator они это сверстали, неважно. Ну, их можно понять, ну, это действительно их рынок, и они хотели как-то его экспансию на него произвести. Ну, вот не получилось, потому что все еще у нас есть такие люди, которых реально слушают, которые работают там в CSS Working Group, или которые уже не работают, но их все равно слушают. Ну, вот поэтому стандарт немного захлебнулся, хотя, ну, он или просто завидовал, то есть, всегда же можно было это просто не использовать, и здесь, ну, это действительно сложно. То есть, он себя ведет так, как будто, ну, открытые веб-стандарты, они не открытые вовсе, а просто то, как видит лично он, как вообще с этим нужно быть. Ну, это опять же его просто, ну, мнение по этому поводу, и оно типа в 2014 году опубликовано, но на самом деле, я думаю, он значительно раньше об этом сказал, почему вообще все это прекратили. Хотя вот напишите в комментариях вообще, что вы думаете, может быть, накидайте статей, почему именно Google это все прекратил, то есть, ну, может быть, какие-то у них свои причины были на этот счет, но на самом деле есть такая поговорка, всегда, когда не можешь понять, из-за чего что-то произошло, значит, из-за денег. Так что, может быть, и здесь примерно так. Кстати говоря, вот Крис Койер, он еще тоже в 2012 году, он подумал о том, что вот когда у нас, допустим, есть вот такой лейаут на десктопе, то есть, ну, здесь статьи, здесь рекламки в сайтбаре, ну, все мы знаем, как это бывает. И не очень прикольно, когда потом это все на телефоне уходит под низ, то есть, ну, весь сайтбар уходит вниз по принципу адаптивности. Ну, и вот так вот, add, 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 add. Лучше было бы, если бы эти рекламки распределились вот так сюда. Многие это делают, опять же, JavaScript-ом. Действительно, это реально делают, ну, и почему бы и нет, в конце концов, для того нам и нужен скриптовый язык на клиенте, для того, чтобы что-то как-то менять под нужды этого самого клиента. Но вот здесь можно, он пишет, использовать для этого CSS Regents, и, по-моему, это достаточно, ну, такой нормальный, человеческий способ, почему бы и нет. Кстати, ну, это к вопросу об адаптивности, то есть, то, что, ну, нельзя сюда как-то вот так их закинуть. Ну, в смысле, здесь вот он говорит о том, что на телефонах нельзя использовать, да все можно. Если это сверстать нормально с медиазапросами, то все это будет адаптивно и прекрасно здорово. Несмотря на то, что Крис Койер, он тогда еще, видимо, не был адаптом Mobile First, он здесь пишет, что сначала display none, и на маленьких, типа, показывает. Я бы сделал наоборот, то есть, по дефолту показывать, и потом убрать. Но это, опять же, вопрос этого вообще, какую парадигму вы используете, какие паттерны. Но, да, Mobile First, это прикольно. Он здесь писался бы как-то нельзя лучше. Ну, и поэтому, ну, да, вот он пишет, что семантика, она как бы хромает, но не знаю. То есть, такие как бы шоры на себя устанавливать, хотя какой-то этот стандарт... Я бы, на самом деле, я бы этот стандарт все равно не использовал, потому что я тоже, ну, я против несемантических вещей, но обоснование вот в этой статье, оно мне показалось каким-то уж очень надуманным, параноидальным и вообще каким-то не очень. Так что, вот, я думаю, на этом стоит этот подкаст завершить. Я это даже таким обучающим скринкастом бы не назвал, просто мысль на эту тему. Пишите в комментариях, что думаете, как обычно. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Твиттере, на Вконтакте, в Фейсбуке, где вам удобно. Подписывайтесь на подкаст в iTunes, слушайте там. И смотрите другие видео по теме всяких CSS вещей. С наступающим Новым Годом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok